Урбан. Программа о городских проектах. Вы тоже можете поучаствовать в нашем эфире. Сегодня мы говорим о развитии спортивного кластера на филейке. Когда кировчане увидят первые результаты, вообще-то вторая часть названия нашего эфира, я бы об этом поговорила как раз с самого начала. То есть ставят ли какие-то сроки исполнения своих желаний, намерений, проектов наши участники, когда можно будет увидеть нечто, что действительно будет представлять кластер. Ну и, собственно говоря, когда вы называете кластером любое дело, то надо понимать, что кластер, он вроде бы как должен помогать каждому участнику этого кластера выигрывать от того, что они в состав кластера входят. От того, что они вместе. От того, что они вместе. Может быть, мы с этого как раз и начнем. Почему кластер действительно или это просто слово такое современное, красивое, которое вы применили к филейке, или действительно какая-то будет синергия и какие-то там специальные условия для пребывающих там в Федерации спорта, возможно, бизнеса, который туда зайдет попутный, потому что я уже говорила, что, конечно, должны быть точки питания, например, проката оборудования, туалеты и так далее, выиграть от того, что действительно это будет кластер. Кто начнет? Ну, наверное, я. Да, да, еще раз назовем тех, кто у нас в студии. Анна Червоткина. Анна Червоткина, председатель регионального отделения Федерации сноуборда России в Кировской области. Григорий Францев, президент Федерации велосипедного спорта Кировской области. Анатолий Курбатов, координатор проекта «Красивый Киров». Аня? Ну, если говорить вот прямо о истории развития кластера самого, да, то это, прежде всего, наверное, идея и задача была поставлена главой администрации, да, то есть Илья Вячеславович Шульгин, он в первую очередь заговорил о том, что все-таки это должен быть кластер. Вот, ну и, соответственно, Анна Александровна Альминова активно очень подключилась, да, министр спорта, то есть именно что вот это должно быть нечто большое, да, что-то крупное, и объединяется Федерация, это все-таки Министерство спорта и администрация города Кирова. Потому что до этого мы на территории все работали, все тренировались, все как-то развивались там, но, ну, действительно, как бы вот именно о кластере заговорили только в этом году. Гриша? Ну да, отдельное спасибо большое, это Илья Вячеславович, потому что все-таки с его приходом к руководству администрации у нас начались какие-то подвижки, то есть до этого, при этом же перескопки, мы писали письма, встречались, у меня до сих пор лежит переписка, там, не знаю, ну, сантиметрная с листочков, движений никаких не было. То есть приходы Илья Вячеславовича, новые команды, у нас начались реальные подвижки, и мы не говорим именно даже про кластер, да, то есть мы-то, в принципе, когда начинали работу на филейке, начали строить наши площадки и террасы, мы же не думали именно, на таком глобальном проекте, да, то есть мы конкретно развивали свое направление, да, то есть что мы сейчас продолжаем делать, а уже потом в процессе этого всего родилась идея, и, собственно, как бы сейчас это стало именно таким глобальным проектом, который должен объединить нас всех, уже объединил наш федерация, мы договорились, повторюсь, между собой, кто чем занимается, в каких рамках, и сейчас, нам нужно просто именно все это именно в виде соглашения на бумаге зафиксировать, чтобы потом могли двигаться уже уверенно, быть уверенны в том, что нас потом оттуда просто никто не подвинет. — Соглашение на бумаге и вообще сопутствующие документы — это очень важная вещь, потому что всем необходимым участникам быть уверенны, в какие сроки они смогут развиваться, какие сами инвестиции могут туда внедрить. И, кстати, хороший вопрос... — И самое главное, что не попросят их оттуда, понимаешь, через год или через полтора, это тоже очень важно. — Для того, чтобы нам даже вести диалог с инвесторами, со спонсорами и вкладывать свои собственные средства, нужно понимать. То есть инвестор придет, хорошо, ребят, давайте мы там вложим вам столько миллионов, вот в это, в это, в это. Для инвестора нужно понимание, что... — Это на долгосрок. — Конечно, да, то, что он вложил эти ресурсы, что, например, через год-два-три что-то не поменяется, и, соответственно, его инвестиции просто не останутся как-то другому. И как раз этот кластер, это соглашение между участниками, это развивает не 10, не 20, может быть, 30 лет, может быть, еще больше. То есть мы пока еще в процессе составления этого документа, и поэтому... — А документы составляет городская администрация, земля муниципальная там, да? — Земля муниципальная, да, документ. Там активно участвует министерство спорта, да, то есть они подключены. И человек есть, мы как бы определились, да, то есть у нас один человек за это отвечает, и они согласовывают всю документацию. — Один человек — это кто? — Это кто? — От спортивной федерации? — Да, Гуртов. — Павел Гуртов. — А, Павел Гуртов. — Да, то есть он как-то... Вот это была инициатива его, чтобы все тут, ну, как бы, по документам подготовить. Сейчас мы готовим документы на 3, на 5 и на 49 лет. То есть нас попросили, мы как бы это сделали, чтобы понимать, насколько уже будут заходить инвесторы, да, то есть понимать... — А потом за все это дело должны еще депутаты городской думы проголосовать, насколько я понимаю. — Это да, это да, наверное. — Депутаты должны проголосовать. Вы понимаете, в какие сроки возможно завершение вот этого юридического процесса? — Ну, если... — К 20-му году, надеемся, да, то есть уже... — Чтобы за этот год все было решено. — Там сложность в чем? То, что там участки, они находятся в разной собственности. То есть часть участков, они городские. — Муниципальная собственность, ага. — Муниципальная, да. Часть — это частные участки, причем они не просто расположены как-то, да, друг, рядом с другом. Они один в другом находятся. И вот сейчас основная проблема — это найти механизмы, механизм найден, да, то есть его реализовать для того, чтобы все это объединить именно в один большой участок. Потому что в рамках соглашения именно должен быть кластер, должна быть единая территория, и, соответственно, эта территория должна развиваться определенным образом, по определенному сценарию. То есть вот сейчас мы должны... Каждая из федераций прорабатывает и проработал кто-то уже свои сценарии развития территории, и это все будет именно в этом документе. — Федерация каждый свой кусочек разрабатывает, я правильно понимаю? — Да, свой вид спорта. — Свой вид спорта. — Без пересечения интересов с другими федерациями. То есть конкретно, если мы говорим про федерацию велосипедного спорта, то есть у нас там все просто. У нас линейные объекты — это трассы, скилл-парк, построенный в прошлом году, пам-трек, в прошлом году мы построили, в этом году мы его значительно расширили. Сейчас у нас он один из самых крупных по России, он шестой, вроде не ошибаюсь, по площади. Мы будем заниматься благоустройством, асфальтированием, и в дальнейшем нужно будет делать, опять же, забор, освещение. И еще один амбициозный большой проект — это велопешеходная дорожка, которая будет соединять территорию всего кластера, всей филейки. То есть начиная от Большого трамплина и заканчивая практически территорией, которая граничит с Новым мостом. — Километра три, по-моему, да? — Да, три километра. То есть в этом году мы сейчас будем встречаться, обсуждать, когда начинать уже работать. То есть это будет просто выравнивание грунта и отсыпка асфальтовой крошки для того, чтобы уже сформировать направление и обкатать его, то есть посмотреть плюсы и минусы. — Это будет самая длинная велопешеходная дорожка в городе? — Да, конечно. — И я просто присутствовала тоже на этих совещаниях в городе по поводу велопешеходной дорожки. Ты говоришь, что в этом году она уже может появиться. — В этом году, да. — В этом году она. — Ну, планируясь, по крайней мере. То есть ВДПИ уже документы отправили. — Если она велопешеходная, много возникало вопросов по поводу того, как... — Как разделить потоки. — Не противоречить. — Я не успел сейчас договорить, да. То есть в этом году нужно просто ее сформировать, сделать как объект, чтобы это было бюджетно, да, можно было сделать. А в дальнейшем уже делать на нее техпаспорт, именно регистрировать как ее объект и дальше уже делать благоустройство. То есть та часть, которая будет велосипедная, она останется точно так же с асфальтовой крошкой. По какой причине? Потому что это все-таки меньшая скорость и ремонтопригодность, нежели чем у асфальта. Не надо делать такое мощное основание. А пешеходную часть делать чуть выше, механически разделенную, с этой частью, где ездят велосипеды, делать ее из брусчатки. То есть если ты едешь на велосипеде, ты ездишь по асфальтовой крошке, если ты идешь пешком, гуляешь с коляской, ты идешь, соответственно, по брусчатке, где сделаны специальные карманы, где будут стоять скамейки, урны, освещение. Ну и в целом территория будет благоустроена. А в зимний период времени рядом с этим можно провести именно лыжню, опять же, которая будет освещена. Для этого достаточно просто фонарик сделать не в одну сторону, а в две стороны. Вот это очень серьезное, на самом деле, начало, потому что есть амбициозные планы по строительству велопешеходных дорожек, которые соединяют набережную Грина и... Центр города и Филейку. Нет, набережная Грина и Дендропарк. Центр города и Филейку тоже такое есть. Это старая концепция. Елки-парку, Елки-парку, 17-километровая история. В перспективе-то вообще же говорится о том, что Филейку с Нововятском надо соединить. Да, ну это прекрасная была бы идея, действительно. Но вот сейчас вот первая ласточка такая полетит на Филейке. Если все получится, уже есть пример того, как можно организовывать и более длинные... То есть нужно просто пока, опять же, проработать механизм. То есть вот мы проработали проект, встретились с инженерами, прочитали, посмотрели там плюсы-минус какие-то моменты, сложности, где проходят какие-то коммуникации, какие-то там зоны запрещающие. После этого мы это отдали в архитектуру, которая нам сделала эскизный проект. На базе эскизного проекта мы еще раз встретили, все посмотрели, прочитали объемы, которые необходимы. И сейчас следующий этап, это уже непосредственно давать это все в работу. Ну, то есть пока еще вопрос, кто будет заниматься. То есть это будет заниматься УДПИ, либо это будет заниматься, может, там, УДПИ плюс ГДМС, там, либо вот кто-то еще. То есть нужен подрядчик, пока не выбран. Ну, да, пока непонятен механизм еще. Вот мы сейчас вот доработаем до конца, чтобы он был понятен, прозрачен и уже, по-моему, просто его масштабировать. То есть в одном месте сделали, получилось замечательно, потом в другом, в третьем, в пятом мы делаем именно такие зоны, которые будут, с одной стороны, рекреционные, да, то есть где можно просто хорошо провести время на свежем воздухе, с другой стороны, в дальнейшем эти дорожки не должны выполнять транспортную функцию. Ну, мы должны прерваться сейчас на короткую рекламу, после чего будем набирать Павла Шабалина, председателя Федерации альпинизма и скалолазания Кировской области, еще одного участника спортивно-физкультурного кластера на Филейке. Сейчас полминуты перерыва и вернемся в студию. Пока мы набираем Павла Шабалина, напомню, что телефон прямого эфира 211-101, подключайтесь к нашему разговору, особенно жители Филейки. Видите ли вы, как меняется ваш любимый склон, куда вы любите хотеть гулять и даже жарить шашлычок? Ну, не только склон. Да. Есть ли у вас потребность в физкультурно-спортивных занятиях, чего не хватает, звоните 211-101. Ну, вот еще пока набираем, тут Гриша в перерыве сказал, что есть идеи все-таки и по другим велодорожкам в Кирове, не только на Филейке или длинная велодорожка, мечта всех бегунов, ходунов и всех, кто с колясками. Но и давно-давно речь идет еще и об Октябрьском проспекте. Да, она неоднократно возникает, эта идея. Но смотрите как, то есть если более правильно к этому вопросу подходить, то в следующем году у нас на одном из велосипедных форумов будет как раз подниматься вопрос о городских маршрутах. То есть для того, чтобы делать любую велосипедную дорожку, если мы уже переходим именно от спорта к велосипеду как к транспорту, то она должна быть продумана, она должна быть обоснована и она должна быть востребована. То есть если сделать просто велосипедную дорожку так, как нам нравится кому-то там из чиновников, то это будет мертворожденная идея. То есть она будет выполнена, потом скажут, что вот мы этим и построили. А никто не пользуется. Да, поэтому мы будем в следующем году с велосипедистами какими-то прорабатывать сеть велосипедных маршрутов, и любой желающий велосипедист может к этому подключиться у нас, в группе велошкол вся информация будет. Что будем делать? То есть мы будем именно прорабатывать актуальное велосипедное направление. То есть, например, от театральной площади до площади Виттек. Велосипед как транспорт. Да, до железнодорожного вокзала. То есть именно те направления, где больше всего трафика велосипедистов. И эти направления смотреть, где на этих направлениях что нужно сделать. По минимальному пока убрать бордюр, сделать пандус, сделать знак, что-то улучшить по минимуму. А потом уже на базе сформированной этой сети маршрутов уже думать, где по этим маршрутам можно сделать велосипедные дорожки. Ну и тут очень важно тоже подчеркнуть, что это уже не просто активистская инициатива. Это уже практически задание города. Да, эта работа будет произведена совместно с городской архитектурой. Павел Шабалин у нас на связи, председатель Федерации альпинизма и скалолазания Кировской области. Павел Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы говорим о создании спортивного кластера на филейке и подключаем представителей разных спортивных федераций к нашему разговору. Вы там тоже базируетесь, вы трамплин используете и соревнования, в том числе мирового уровня, там проводятся. Вот ваша потребность, прежде всего, она в чем? То есть, что бы вам хотелось видеть на филейке? Ну, у нас общая задача видеть современный спортивный кластер на филейке, потому что, действительно, у нас в центре города, можно сказать, находится удивительная зона с большими перепадами высот, с зелеными склонами, где очень удобно заниматься любыми видами спортивной активности, бегать кроссы, кататься на велосипедах, зимой ходить на лыжах, проводить соревнования по вернолыжному спорту, сноуборду, равнинным лыжам, прыжка с трамплина, ледолазание. И когда все объекты объединены в одном месте, то гораздо проще у нас с инфраструктурой. То есть, вот, рядышком гостиницы, рядышком, значит, прекрасные объекты общепита. Вот, поэтому логистика очень такая перспективная, и развивать кластеры, то есть, в одни выходные, одни соревнования по одному виду спорта, в другие по другому. И вот с нашей точки зрения, когда мы все объединимся здесь, мы просто все от этого выиграем. А я правильно понимаю, что вот эта история с кластером, это в том числе и возможность федеральные какие-то средства привлекать, и на его развитие в целом, и на развитие того или иного объекта спортивного, там, каждой федерации. Ну, то есть, вот есть крупный объект, который уже сделан, который уже оправдал ожидания, который привлек зрителей и участников, и есть возможность под какие-то проекты подтягивать дополнительные средства. Ну, как я понимаю, сейчас все планируется именно под юбилеем города Кирова. Конечно же, здесь будут привлечены федеральные средства, планируется, во всяком случае, их привлечение. И нас, общественные федерации, городская администрация попросила нарисовать проект, как мы это все видим, учитывая интересы друг друга, в первую очередь. То есть, для того, чтобы не было пересечений, допустим, там, велосипедная трасса не пересекала лыжную, горнолыжный склон не перерезал сноубордический, поэтому вот у нас состоялась встреча. Мы прорисовали на бумаге каждой своей хотелки, потом свели их воедино и представили уже городскую администрацию, я считаю, вполне такой рабочий проект, который учитывает интересы всех, значит, федерации, и комплексное такое развитие получается от Твиттории. Вот еще какой вопрос, Павел Эдуардович. Мы все говорим спортивный-спортивный кластер. Я у вас лично хочу спросить. Мы же, наверное, все-таки можем его не просто называть, но по факту это будет спортивно-физкультурный. То есть не только для профессионального спорта, для любителей, для местных жителей. Я права? Это, конечно, совершенно верно. 90% предназначения этого комплекса – это физическая культура. То есть, как Владимир Владимирович Путин сказал в апреле, что у нас на ближайшие 8 лет нам предстоит с 33% поднять количество занимающихся физической культурой в стране до 55%. Для этой цели, в первую очередь, нужно сделать доступные спортсооружения в шаговой доступности от объектов проживания людей и достаточно недорогие. Поэтому это проблема номер один. А спорт стоит на втором месте. Как всегда, по всей методике спорта, существует пирамида, в основе которой стоит массовость. И на вершине вот они, олимпийские чемпионы. Но одного не бывает без другого. И поэтому массовость не будет без олимпийских чемпионов. И олимпийские чемпионы, в свою очередь, не будут без массовости. Это две стороны одной медали. Еще один вопрос, который мы сейчас как раз начнем обсуждать. Несколько раз уже его анонсировали. Все-таки спортивные и физкультурные кластеры и любые общественные пространства, так или иначе, связаны, неважно, с какими-то видами бизнеса или учреждениями, они хорошо развиваются, когда развивается сопутствующий бизнес. Собственно говоря, и глава администрации Илья Вячеславович Шульгин говорил, что необходимо, чтобы развивались кафе, прокаты, платные туалеты и прочий сопутствующий бизнес. Вы сами как на этот вопрос смотрите? Согласны, не согласны? Если да, то как это должно выглядеть, на мой взгляд? Ну, это уже не только глава администрации говорил. Это тоже Владимир Владимирович Путин поручил. Да бог с ним Владимира Владимировича, что он поручил. Вы сами это, Павел Эдуардович, как это видите? Мы отлично понимаем, что невозможно. У нас нет китайского пути, у нас европейский путь, где государственно-частное партнерство – это основа успеха. А если не будут частных инвесторов, которые будут преследовать свои интересы, но в том числе выполняют социальный заказ, то не будет никакого развития. То есть чисто государственным методом вот так вот сверху взять и создать здесь город-сад в районе трамплина невозможно на федеральные деньги. Поэтому, конечно же, необходимо привлекать частных инвесторов, которым создавать благоприятные условия. В случае, если они будут заниматься вот этой деятельностью по развитию спорта на долгий период, они будут вкладываться сюда с расчетом на долгосрочную перспективу, а не на сиюминутную выгоду. И сейчас мы все ждем, когда государство разработает эти механизмы государственное частное партнерство. Пока они просто не прописаны. А я правильно, Павел Эдуардович, понимаю, что вы все-таки больше за то, чтобы вот эта сопутствующая инфраструктура, она каким-то образом создавалась, в том числе, я не знаю, федерациями нашими, то есть чтобы была у них возможность, я не знаю, дополнительного заработка какого-то, пусть небольшого, поддержки какой-то. Или это могут быть любые сторонние бизнесы. Нет, федерацию, вы понимаете, что федерация, это общественная организация, это цель развития спорта. Нет, нет, я понимаю, что это юридически должно быть по-другому. Она может быть учредителем какого-то, там, аннауартом, какого-то партнерства, чего-то еще. Да, да. Но цель федерации другая. Я понимаю, да. Нет, смотрите, я про другое. Я говорю о том, ну вот эту сопутствующую инфраструктуру, которая может зарабатывать какие-то средства, все-таки создавать ее должны, на ваш взгляд, федерации, чтобы иметь возможность каких-то дополнительных средств, да, получения и направления их потом на собственное развитие, там, и на приобретение каких-то новых спортивных, да, сооружений и оборудования их. Или это может быть сторонний бизнес? Вот вам кажется, какая будет схема лучше? Вот, знаете, вариантов стопроцентных нет. Это может быть либо так, либо эдак. Но мы отлично понимаем одно, что бизнес без федерации не обойдется, так как федерации видят перспективу развития всего этого дела и могут подсказать, как это решить технические вопросы. И в то же время у самих федераций нет этих средств, они вынуждены привлекать инвесторов, бизнесменов для того, чтобы решить свои вопросы. Поэтому здесь и понятно, что решить вопросы федерации с бизнесом, не участвуя при этом, не вовлекая в это участие решения их вопросов администрацию города, невозможно. Поэтому это и должно быть вот все вместе. То есть, как у Крылова там. Да, Павел Эдуардович, вот еще что хотел спросить у вас. Мы продолжим сейчас с коллегами, которые у нас находятся в студии, обсуждать этот вопрос. Ну вот что касается непосредственно федерации альпинизма и скалолазания в Кировской области. Мы с вами встречались здесь, в этой студии, когда там обследования назначались трамплина, с той и с другой стороны звучали разные мнения. Вот сейчас что происходит? Ну сейчас мы ждем, когда его обследуют. Обследования начались уже или еще нет? Да, есть дорожная карта. У нас было заседание рабочей группы, было прописано, что должен быть объявлен конкурс. Затем должны этот конкурс какие-то организации строительные, проектно-строительные выиграть. В дальнейшем представить стоимость, вот, значит, реконструкции, консервации, я не знаю, чего там еще, ремонта, текущего ремонта трамплина. Просчитать все возможные варианты. К зиме вы с чем подходите? К зиме. Выдать эту документацию на решение рабочей группы. Да, вы к зимнему периоду, да, к сезону с чем подходите? К концу августа, да, нет, там прописано все. К концу августа, все понятно. Поэтому сейчас ждем, да, конца августа. Спасибо, Павел Шабарин, председатель Федерации альпинизма и скалолазания Кировской области. Был с нами на связи, у нас еще две минуты есть до перерыва. И, как мы уже и сказали, будем обсуждать, что еще там должно развиваться для того, чтобы кластер был кластером. Все-таки сопутствующий бизнес. Вот сейчас Толю хочется Курбатова сюда привлечь. Как ты себе представляешь, знаешь, видел, как развиваются подобные кластеры, что еще там должно присутствовать, кроме, например, спортивной школы, объекта спортивной школы, там, да, что еще там должно быть? Ну, совершенно точно, не должен быть платный туалет, как ты сказала. Пятью минутами раньше платный туалет не является бизнесом, который там должен быть. А я за, например. Он должен быть бесплатным. То есть он будет платный, но чистый, теплый, современный. С приятной музыкой, которая внутри. Он может быть и чистый, и бесплатный. Мы можем съездить буквально в 400 километрах от нас, находится город Казань, где в каждом, даже в самом маленьком сквере, есть туалеты, и для мужчин, и для женщин, и для инвалидов. И он лучше, чем половина туалетов в наших кафе. То есть он чистый, и он абсолютно бесплатный. То есть люди зарабатывают на другом. На чем на другом? Ну, на этих же кафе, на этих же каких-то мероприятиях. Это доп-нагрузка, видимо, для того бизнеса, который работает в парке, да? На территории кафе и парков, скверов и парков проводятся различные мероприятия, там, уличные, и фестивали, которые генерируют доход. И за счет этого содержится сама территория парка. То есть это должно быть, безусловно, бесплатно. А если так смотреть, в чем отличие подходов тех регионов, где скверы и парки живут и приносят деньги в бюджет, ну, или хотя бы не требуют, в отличие от нас, они делают все очень просто. Они на... Когда делают парк на этапе проектирования, на этапе его реконструкции или постройки, они просто заводят точки под будущее бизнеса. То есть они заводят канализацию, заводят водопровод, заводят электричество, и тот бизнес, который потом заходит, у него просто все уже есть, надо ничего согласовывать. А у нас как? У нас построили парк, потом пошли бензогенераторы, какие-то непонятные ларьки, аукционы на три месяца. Человек должен сначала найти место, потом подать заявление в администрацию. Эта администрация все осматривает, одобряет, выносится на аукционы, непонятно, кто выигрывает. То есть это куча-куча геморроя. Еще чаще всего это бывает на рейтинге сезона. А потом, когда ему дают точку, он еще должен туда как-то придумать септики какие-то. Это больше геморроя, это отпугивает людей. В Казани очень легко и просто, ну и не только в Казани, в других городах, где с этим все хорошо. Они сразу при реконструкции парков проводят все точки, и человек просто заходит уже, никаких лишних административных ресурсов, никаких лишних беганий, несогласований, ничего. Он просто заходит, начинает генерировать прибыль, и часть этой прибыли уделится на содержание парка. То есть заходит на готовую площадку. Да. То есть те движения лишние, которые сейчас требуются у нас, они их просто не делают. Они на числа проектированы, просто исключены. Ну, у нас нет, насколько я понимаю, сейчас... У нас таких примеров, к сожалению, нет. И что касается филейки, тоже нет такого проекта, который полностью там, да, весь бы этот склон представлял, как один единый проект, вот с этими выводами, о котором ты говоришь. Нет, до него позже. Тут на филейке очень хорошо, что появились пользователи будущего, и которые смогли договориться. Я думаю, что они к этому придут, и они обязательно к этому придут. То есть там сложности никаких не будет. Прервёмся на полторы минуты. Не так, мне кажется, однозначно, эта ситуация. Обсудим её после перерыва. Урбан. Программа о городских проектах. Анна Червоткина, Григорий Францев, Анатолий Курбатов в нашей студии. Говорим о спортивном кластере на филейке, о том, когда кировчане увидят первые результаты работы объединения такого спортивных федераций, администрации города и общественников. Я бы так сказала. Результат, на самом деле, объединения общественников и администрации не уже есть. Потому что, если мы говорим даже про наш прям трек, ещё раз, да, то мы на том месте, где были просто заросли канадского клёна, где там были какие-то, не знаю, шприцы, влезли бутылки, просто мусор. А сейчас там у нас площадка, которая, ну, по сути, в десятке лучших площадок по России. И я вас-то не сомневаюсь нисколько. Я больше говорила о том, когда это всё в комплексе будет, возможно, посмотреть. Ну, тут всё зависит, конечно, от каждой федерации, от того, как быстро всё равно согласуют и как быстро подключатся инвесторы. Но работа, в любом случае, уже идёт, и люди уже видят. То есть в том месте, где раньше там сидели шашлычники, пили алкоголь, ну, соответственно, был такой асоциальный момент, а сейчас там в целом беднями катаются дети на всех площадках. То есть, соответственно, мы уже территорию немножко вытеснили, весь этот негативный контингент немножко подальше. Наша задача — эту территорию расширить, благоустроить, и чтобы, собственно, как бы и филейка у нас всё, у всех, кто старше 25 лет ассоциироваться как с таким не очень спокойным местом. Ну, это правда, да. Да, вот, чтобы это всё-таки у людей, в первую очередь, отсосиловать с здоровым образом жизни, с спортом и с хорошим времяпрепровождением. Потому что сейчас, по факту, у нас где можно погулять? Где-то у нас набережная Грина. Всё. Это у нас... Аврак с фонтаном. Парк имени Кирова, да. То есть у нас места таких, в принципе, немного, да, ну, парк Победы, да. А в стороне филейки у нас, кроме филейки, по сути, ничего и нет. В парке Победы нельзя погулять. Он сейчас такой маленький и весь заставлен с какими-то игрушками. Ну, мы сейчас не будем уходить в это обсуждение. Вот, но просто по факту на филейке у нас, вот, то место, где мы сейчас делаем этот спортивный классер, это, блин, огромное перспективное пространство, где можно развить и физкультуру, и спорт, и сферу обслуживания. Слушатель, на связи давайте его выведем в эфир. 211-101 номер телефона прямого эфира. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, и высказывайтесь. Здравствуйте, это Александр. Пенсионер. Да, Александр. Я как-то вам звонил год тому назад. Эта тема поднималась насчет велосипедных дорожек и так далее, и так далее. Я просто хочу сказать, может быть, скажете, что вот товарищ звонит склочник такой. Я просто хочу сказать, делаться ничего не будет. Вы понимаете, вы ведете такую передачу, такую оптимистическую. Ну вот, будет то все велосипедные дорожки, вот они сделают, соединят филейку с нововятском. То есть, поверьте, ничего делаться не будет. Они не вопрос не решили с трамплином убирать его, не убирать. Какой-то решат Александр. Послушайте меня. Ну, поверьте, но это же глупо. Скажите, пожалуйста, Александр, сами вы ездите на велосипеде? Ну, вообще способны? Ну, естественно, нет, уже не езжу. Представляете себе вообще? А сколько вам лет? Мне 72. Ну, вот моей маме 74, она сказала, что если бы у нас не был такой трафик, она бы и сейчас ездила на велосипеде. И говорит, я поеду, дождите, я поеду, если будет первая более-менее длинная велодорожка, специально туда выйду. Хотя она тоже со времен Белоруссии, где она выросла на велике, не ездила. Но у меня, Александр, с вами такая заруба сейчас будет. Вот если будет построена в этом следующем году трехкилометровая трасса на Филейке, велодорожка, приедете специально проехаться по ней? Или хотя бы посмотреть? Я не поеду на Филейке. А вы не поедете? Спасибо, до свидания. А как я не на Филейке? Ну, такие люди, конечно, интересные. Ну, вот здесь нет, но Александр говорит о том, что ему с велосипедом за Филейке будет сложно добираться. Так нет, дело не в этом. Просто для того, чтобы как-то оценивать ситуацию, нужно было год назад тогда приехать на Филейку, посмотреть, что там было и что там не было. Ну, не поедь на Филейку зачем? И приехать сейчас. То есть там уже даже самые местные жители, просто вот мы там катаемся на велосипедах, да, то есть они к нам подходят и просто говорят слава и благодарности, что ребята, вы молодцы, вы сделали столько всего. Вот здесь это и это. Раньше у нас там было ничего, сейчас мы здесь гуляем с детьми, проводим время. То есть, ну, я хочу, чтобы Александр приехал хотя бы сейчас, посмотрел, что происходит на Филейке. Можно без велосипеда. Можно без велосипеда пешком прогуляться. И приехал через год вот в это же время и посмотрел, что мы сможем сделать за год. То есть тут важное понимание это в том, что инициатива эта идет не только от чиновников, а идет от общественников. То есть мы же не просто там какие-то такие коммерческие организации, мы общественные организации, которые объединили вокруг себя людей, и мы развиваем те направления, которые нам интересны. И мы это будем развивать и развивать и развивать. Причем мы-то развиваем это, не привлекая особо никаких ресурсов государственных. То есть мы вкладываем огромное усилие, именно свои собственные, личные. Еще телефонный звонок? Еще телефонный звонок, примем его. Добрый день. Добрый день, Надежда. Да, Надежда. Вот я хочу сказать, что у нас отсутствуют тротуары, и пока все тротуары не будут отремонтированы, ни о каких-либо дорожках речи быть не может. Потом вот звонивший вам говорил, что если не будет трамплина, то не будет олимпийских чемпионов. А они нам нужны, эти чемпионы. Они же для себя стараются, для своей выгоды, чтобы они победят, им там денег дадут, машину, квартиру. А нам-то какая польза от этих олимпийских чемпионов? Нужно развивать физкультуру. Вот мы в одной команде. Надежда, да. В одной команде, что прежде всего нужно развивать массовый спорт, физкультуру, детский, а потом уже про олимпийских чемпионов думать. Давайте про детский-то спорт мы поговорим все-таки со мной. Кстати, да. Давайте все-таки вот как бы два таких момента отметим. Я понимаю первого нашего звонившего, который говорит, ничего не происходит. Мы примем сейчас звонок. Все-таки раззвонили, слушатели. Вот мой папа, например, он на набережной Грина не был сто лет. И когда у них тут была встреча однополчан, он приехал и говорит, надо же, как все изменилось. А это изменилось уже давным-давно. Люди дальше своего двора не выходят. Очень многие не знают, что в городе происходит. Потому что нет тротуара. Это факт. Нет тротуара. Это раз. И транспорт разрушил. Во-вторых, согласны, что нужно поддерживать детский спорт и физкультуру. Тем более, что Владимир Владимирович тоже поставил определенные задачи по физкультуре. Мы сделаем отдельную программу на эту тему, но примем сейчас звонок от слушателей. Добрый день. Добрый день. Да, представьтесь. Меня зовут Олег. Да, Олег. Я целиком и полностью поддерживаю развитие велосипедных дорожек. Вот. И думаю, что и тротуары надо делать, и велосипедные дорожки тоже надо делать. Все необходимо делать. Одно другому не мешает. Да, абсолютно. Класс. Спасибо вам. 211-101. Мы сейчас уже, наверное, не будем принимать звонки. Ну, я все-таки скажу, мы обязательно ребята должны представить. Вот вопрос насчет физкультуры специально для Надежды. Мы сейчас не про спорт, а про физкультуру. Кто и как может заниматься? Только ли спортивные там секции будут и только ли платные? Давайте начнем с Гриши. У нас с 2020 года открывается отделение велосипедного спорта. То есть, наконец-то мы добились, что у нас будет официально, помимо ТОЖНО федерации, как бы это, скажем так, юрлицо, а отделение это уже непосредственно наше закрепление на местности. То есть, у нас есть помещение, которое мы планируем в этом году отремонтировать. На Подгорный. Да, на Подгорный 18. Трасса у нас уже существует, где мы можем заниматься. Нам нужно сейчас только отремонтировать помещение и его запустить. То есть, у нас будет набор детей. У нас будет 90-120 бесплатных мест, куда можно будет прийти. Бесплатных. Бесплатных, да. Прийти и записать своего ребенка в секцию. Ну, а секции будут по разных направлениям. То есть, это просто велосипед многогранили. Если сейчас будем рассуждать, какие там существуют направления, то будем очень много разговаривать. Но, то есть, это очень интересно. И, на самом деле, можно пробовать себя в разных дисциплинах, в разных направлениях. Это велотериал, велосипедное шоссе, это горный велосипед. Там много-много всего, начиная от беговела. По поводу физкультуры. То есть, правильно сказал у нас Сергей Шабалин, что основа – это физическая культура, это массовость. То есть, для того, чтобы заниматься спортом, сначала нужно просто себя, скажем так, заставить активно шевелиться. То есть, для того, чтобы быть здоровым, нужно двигаться. И поэтому, тот класс, который он великий босс формировал, он позволит любому желающему просто прийти и совершать активные действия. То есть, покататься на велосипедах – это не спорт, это просто физическая активность. Покататься на лыжах – это просто физическая активность. Покататься на сноуборде, такой же ближе к экстриму, но, тем не менее, это очень популярное направление, и многие этим занимаются. Не как спортом, а как просто времяпрепровождение. То есть, у человека, получается, выбор. То есть, выходной день, чем я буду заниматься. Пойду, буду сидеть дома на диване с мониторизором. Пойду в бар. Пойду в бар, да, или я поеду на филейку и что-нибудь там посмотрю, что мне будет интересно. Вот это как раз физическая культура – это массовость. И чем больше будет людей в это вовлечено, тем будет лучше. И, естественно, что из этой массы потом же выбираются единицы, которым это интересно, и которые хотят сделать это. Которые идут профессионально. Специально для нашего, по-моему, Александра Звонящего, будет ли велопрокат? Ну, будет. Ну, то есть, пока со своим велосипедом до филейки добаться сложно, велопрокат. Там уже работают велопрокаты, работают прокаты сноубордов, горных лыж. Так, теперь еще, Аня. Школа сноуборда и две минуты. Аня, сколько у тебя в школе? Две минуты. На который вопрос отвечает. Две минуты. Сколько человек занимается у тебя в школе? Значит, в которой у нас вообще сейчас две школы, да, то есть, если мы говорим про нашу школу, да, то есть, которая динамика, которая учреждена в федерации сноуборда, это там около 150 человек, вот, там у нас работает несколько тренеров. Также мы планируем в 2020 году открывать отделение, да, в третьей спортивной школе, в дюшор номер 3, отделение по сноуборду, где будут уже поставлены задачи, да, то есть, на спорт высших достижений, там будут тренироваться лучше, самые спортивные ребята, да, которые уже замотивированы на спорт, у которых задача выполнять разряды, соревноваться и представлять наш регион. С дюшор это, конечно, всё бесплатно, да, сейчас у нас в федерации организованы секции, там ребята тренируются в основном на платной основе, выезжают тоже где-то на платной основе. Ребята, которые сборники, они частично тренируются бесплатно. Ну и вообще, сами склоны, и велосипеды, и дорожки, они доступны для тех, кто могут приехать со своим оборудованием или взять в аренду оборудование и заниматься физкультурой. Спасибо, Анна Червоткина, Григорий Францев, Анатолий Курбатов, это была программа «Урбан», Анна Лапшина и Светлана Занько её вели. Я с вами на этом прощаюсь, а Светлана через 20 минут в программе интервью с Владимиром Маматовым.